Первый молитвенный молодежный бизнес-завтрак, на котором каждый год бывает глава страны, глава Соединенных Штатов Америки. Этот человек, который уже много лет занимается организацией такого завтрака в Соединенных Штатах, и сам завтрак проходит уже 65 лет. Прямо сейчас на эту сцену я хотел бы пригласить под ваши аплодисменты Дан Бёрден. Добрый день, рады и сестры. Пятьдесят два года тому назад я был Украина, Гостинеца Украина, как студент в университет. По английски лучше, ли мне можно? Да, это правда, что за пятьдесят два года Гостинца сильно изменилась. Но это правда, что за пятьдесят два года я уже приезжаю в вашу страну просто потому, что я люблю людей в вашей стране. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, и лодки около двухсот, таща сети с рыбы. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. И вот так, мои друзья, произошел первый молитвенный завтрак. И это правда, что в этом году произошел шестьдесят пятый молитвенный завтрак по Америке. Он происходит ежегодно, шестьдесят пять лет. На этот завтрак всегда приходят президент и вице-президент. Собираются представители власти, представители страны, руководство страны. Да, главный редактор газеты «Президент». Меня зовут Андрей. Я хотел бы у вас поинтересоваться, как ваше впечатление от первого молитвенного завтрака, который прошел в России? Мне очень понравилось. Я считаю, что это потрясающее мероприятие. Мне понравилось, что говорят не только о духовной жизни, а о том, как духовные принципы использовать в бизнесе, вообще в жизни. Я считаю, что это неотъемлемая часть существования человека. И тот факт, что здесь присутствовали молодые люди, которые являются будущим этой страны, это тоже добавило в вас специфики к этому мероприятию. Да. Вот ваше присутствие, как американской стороны, после нескольких лет таких оснований отношений, оно показывает, что у нас были положительные тенденции. Как вы видели прогнозы этих направлений? Ну, факт, что вы здесь присутствовали, что после несколько лет коллеги отношения между Россией и Америкой, и увеличивая тенденции. Для нас это просто хороший сигнал. Какая ваша впечатление? Какая ваша надежда для будущего? Я очень надеюсь. Я очень надеюсь. Я надеюсь, что мистер Трамп является отношением, он в этом отношении, он в этом отношении, он в этом отношении. Господин Трамп – это человек, который серьезно относится к взаимоотношениям, это человек отношений. И я надеюсь, что когда он предоставит шанс сесть вместе с господином Путином и поговорить как люди, это было много, что стоит говорить. И мы имеем в виду в Америке, это называется «Win-Win». У нас есть такое выражение в Америке – «Выиграть-выиграть». Я думаю, что он хочет ситуацию «Win-Win»-ситуации. И, с моей точки зрения, Трамп хочет ситуацию «Выигрыша» для обеих сторон. И господин Путин, я думаю, что хочет про Божию, чтобы он был в обеих сторонах. И обе стороны должны быть. Как это может произойти в реальности, когда соберутся два лидера и между ними возникнет диалог? You know, in our country, it's always strange to me, that in divorces, attorneys tell the husband and wife not to talk to each other. Знаете, в нашей стране есть такая практика, что когда люди растворятся, и когда оплаты говорят, что муж и жена не должны больше между собой общаться. Это запрещено общение. Как можно стремиться к примирению с человеком, с которым ты даже не общаешься ни разу? The real estate agent tells the seller not to talk to the buyer. You know why that is? He's worried about losing his commission. He doesn't care about them getting the best deal they can get. И риэлтору, как бы, неважно, с каким результатом будет покупатель или продавец, ему важно, что он заработает. So, the reason I'm hopeful is, I think our president really wants to talk to your president. I think they're both intelligent people. Neither one of them wants war. I know that. People always tell me, well, Americans want war. No, we don't. And the reason, the reason I know you don't, is I've been coming here for 52 years. I know that you don't want war. I know that from my personal experience, I've been here for 52 years. And war, war to an American is going to Vietnam or Afghanistan. War to a Russian is the tanks coming down the street. And I tell my American friends that all the time. They don't want war. So, I'm a little fool. By the way, some of my best friends are Russians. They're loyal, they're faithful, they're loving. So, some of my best friends are Americans too. And, of course, among my best friends are Americans too. And they're loyal, faithful and loving. So, we just got to get them together. So, we just got to get them together. We can see the difficulties that he has to overcome in order to change the structure. But, you know, we're still支持 him. We believe that his mind is such a creative and creative way. We believe in Mr. Trump. So, we believe in his intelligent and smart approach, you know, to all the difficult issues. So, we believe in our country. We believe in Mr. Trump. So, we believe in his intelligent and smart approach, you know, to all the difficult issues. rather than walk away from each other. Well, and thank you for your warm words about our president and our nation. Yeah. And the problem in our country is the press hates Trump. The problem in our country is the press hates Trump. And I think the press is so biased that you don't get a true story from that. Okay. Let me give you an example from last week. The President said he would be honored to meet with the President of North Korea. I thought that's the first time anybody's ever said that. All the press could focus on was the word honor. He said that he would be honored to be honored. He said he'd be honored. The President is not drawn to them. He would also deny that he went the extra mile to affirm him. Наш президент предложил сверх усилия, грубо говоря, для того, чтобы поддержать попытку вот такой дружеского взаимодействия с президентом Кореи. Что с этим неправильно? Что здесь не так? Хорошо. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. 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 Спасибо за такие милые слова о России. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА